Телезрители, ну вот сегодня мне доставить в кафе такие наиболее приятные темы, связанные и с декором, как был наш предыдущий гость, и с детьми, что не может не радовать. Ну вот сейчас у меня в гостях Ольга Свободина, автор сказок. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну вот у нас уже на столе появились вот такие замечательные книжки. Сейчас попросим показать их покрупнее. Ну и давайте тогда, Ольга, расскажите сразу, что это за книги? Да, это книги необычные, это книги сказок о вашем ребенке. О вашем ребенке это значит конкретно, абсолютно и индивидуально только о нем. То есть в книге главный герой это ваш ребенок, также мама, папа, бабушки, дедушки, крестные, тети, в общем все те, кто ему дорог и кого он бы был рад видеть, с кем бы он хотел отправиться в какие-то приключения и в настоящую сказку. Это его любимые персонажи, зверушки. Ну то есть действие происходит в родном городе. Естественно он потом отправляется куда-нибудь в сказку с ним, там обязательно происходят чудеса и волшебство. Вот в этом в принципе и заключается идея. Я попрошу вас все-таки зачитать нам такой небольшой отрывочек сказки. Эта книга, давайте скажем, что это посвящена Машей дочери. Я писала для своей дочери год назад. И называется она Мака и медведь, потому что доча Маша называлась в те времена себя Маком. Живет в городе Красноярск маленькая девочка Маша Свободина. Она такая красивая и такая умная, покоряет всех своей улыбкой и обаянием. Папа Антон зовет ее Машулей, мама Оля Марусей, а сама она называет себя гордым именем Мака. Ну как происходит вот тогда получается это анкетирование, когда человек приходит заказывать книгу, например? Да. Как это вот эта информация? Чтобы заказать книгу я отправляю в бланк с вопросами. В вопросах обязательно указываются фактические данные, это возраст, имена, как я уже говорила, родственников, друзей. Также данные о характере обязательно я это учитываю, обрабатываю, чтобы все особенности характера, любимые какие-то увлечения, занятия, если есть домашние питомцы. В общем, все тонкости, нюансы, которые родители в принципе считают важным, они указывают. Так же, как вот в этих книгах новогодних мы делали на первом развороте поздравительное пожелание от Деда Мороза и Снегурочки, либо от того, кто решил подарить. Ну обычно родители от Деда Мороза заказывают, а если это тети, дяди и крестные, они от себя. Да, соответственно, фотография их и поздравления ребенку, что тоже интересно, я считаю. Ну а как вообще пришла идея-то? Я понимаю, что все равно раньше сказки не писали. Нет, раньше сказки не писали. Я вышла в декрет, видимо, с рождением ребенка появилось вот это вот творческое вдохновение, это раз. А сама идея возникла чуть больше года назад, перед прошлым Новым годом, когда возник вопрос подарка для маленькой племянницы. Она в то время очень любила, да и сейчас любит, мультфильм «Холодное сердце». То есть она постоянно его смотрела, мы вместе читали книжку, ну, автора сказки. И я однажды попыталась поменять имена. То есть у нас уже была сказка не про королеву Эльзу и принцессу Анну, а про королеву Олю и принцессу Машу. Я посмотрела, что Оля так заинтересована уже. Ей стало достаточно интересно. Я подумала, а почему не написать со своим сюжетом, с оригинальным, с индивидуальным. Мы сделали это, подарили, посмотрели реакцию ребенка, посмотрели реакцию родителей, поняли, что да, это получилось здорово. И решили предложить это уже другим людям. Возраст детей от вот самый такой ранний заказ, для которого вы делали ребенка, и поздний? Да. Делали ранее, это был заказ 10 месяцев, конечно, там сам ребенок вряд ли что-то еще поймет, кроме картинок, может быть, каких-то красочных. Но родители остались в восторге. Самый максимальный был 15, но хотели заказать как в будущем, имея уже потенциальных клиентов и на более старший возраст. Мы уже даже с ними поговорили, о чем будет книга. А там была девочка 15 лет. Это была сказка про ее брата и про нее. То есть, как бы, если в семье несколько детей, то это тоже вполне возможно в одной книге рассказать про всех. Ну, то есть такие семейные истории, да, какие-то семейные традиции. Ну, нужно, да, отметить, что эта книга полностью ручной работы, получается, да? Как она изготавливается? Да, изготавливается она вручную, поэтому ее тоже, я считаю, плюс в том, что страницы ламинированные. Здесь можно и нарисовать это, стереть, и не страшно, если попадет вода. Да и порвать невозможно. Да, и порвать, да, такая детская книжка, плотные страницы, обязательно это цветная печать, очень красочно, добавляются фотографии ребенка. 10-15, это стандартный размер, но размер у нас тоже неограниченный по желанию заказчика. Ну, средняя стоимость? Средняя стоимость, вот именно формат А4, 2,300. Если можем сделать меньше, тогда это, ну, средняя, наверное, 2 тысячи, можно сказать, пока такой доступный. Ну, на самом деле, да, очень хороший такой подарок и очень хорошие воспоминания именно и родителям, и детям уже в будущем. Да, согласна. Продолжение следует...